В чем проблема в том, что народ получил удар, начинает связываться между собой в беде, и отсюда продолжать дальше в направлении более целенаправленном? Не могут. Почему? Потому что его объединение исходит из беды, из удара, из нужды, а не из добра, которое должно быть. Они не начали объединяться между собой с нуля в направлении добра, что нам стоит быть ближе, почувствовать, полюбить друг друга и так далее. А где мы переходим от одного к другому? Только с помощью изменения в сознании. А как приходят изменения в сознании? Исходя из того, что мы говорим, разговариваем, влияем и распространяем. Но не исходя из страданий. У тебя нет примера в мире, чтобы из страданий человек пришел к единству. Это может быть лишь при условии, если он хочет преодолеть зло. Мы видим еще, что методика не работает. Сейчас Галь Салам рассказал нам, что произошло 9000 лет, и на протяжении истории все то же самое. Получаем удары и не делаем никаких выводов. Потому что законы природы, они законы. Если ты не принимаешь их, если ты принимаешь их иначе, они продолжаются? Что мы не получаем разум в результате удара и не развиваемся к следующему уровню, начиная с разрушения храма, находимся в тенденции, что ничто не обещает, что не придет еще более тяжелая война сюда? Да, так и написано, что могут прийти даже такие вещи, что в Иерусалиме матери будут пожирать своих детей. Так как этот скатывающийся камень остановить? Только с помощью распространения методики исправления. Иначе все человечество войдет в такие вещи, что все начнут поедать друг друга, как животные, как звери в лесу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok